Самое доброе утро, потому что только что мы с вами пересекли границу Австралии. Все было прекрасно до того момента, пока я не подошла и не увидела, что мой рейс отменен. А как вы понимаете, у меня забронено проживание, экскурсии, начиная с завтра. Если честно, я в шоке, не понимаю, что делать. Так, короче, авиакомпания прислала письмо, что она бесплатно заменит полет. Я уж была, обрадовалась, но оказалось, прямых перелетов нет. Можно полететь только с пересадкой через Брисбен, причем сейчас 5 утра. Вылет сегодня в 10 вечера, 2 часа до Брисбена, там вся ночь. И завтра утром перелет в Кернс, еще 2 часа. И я точно не успеваю завтра на экскурсию, которую я оплатила. Короче, пока не понимаю, что делать, потому что это супер неудобный вариант. Но я посмотрела цены на билеты, билеты стоят 30 тысяч в одну сторону, потому что сейчас Рождество, и все туда летят. Короче, что-то вообще прям не складывается, не получается, не понимаю, что делать. Жилье сегодня я, получается, по-любому пропустила. Экскурсию завтра тоже. Первый раз в такой ситуации, вообще в шок. Нашла куда сесть с розеткой, через компьютер стала смотреть, что происходит. Оказывается, в Кернсе сегодня штормовое предупреждение. Все рейсы отменены из всех городов. Поэтому другой билет на сегодня найти точно не получится. Мне как-то особенно повезло. У них там прям сегодня какая-то жопа невероятная. Ливень, потоп, обещают наводнение. И не факт, что до завтра это все разгребется. Поэтому даже если я перебукирую билет на завтра, это означает, это еще не гарантирует то, что я туда прилечу. Я могу зависнуть в Брисбене, хрен знает насколько. Короче, ситуация максимально дурацкая. Пытаюсь разобраться. Написала экскурсии, написала в отель. Ну, не в отель, в Airbnb, который забронировала. Вот сколько летаю, путешествую, никогда такого не было. Ну, теперь буду знать, что делать. Авиакомпания написала, авиакомпания говорит, что не я и шляпа не моя. Это погода, это не мы. Поэтому никаких компенсаций, никаких отелей вам. Никаких, вообще ничего. Просто мы даем вам другой очень неудобный билет. Это все, что мы можем сделать. Так, ну что, мы с вами поменяли билетик. Мне тут елочку тетенька включила, а то, говорит, грустно и сидишь. Билетик поменяла аж на 21 декабря. Потому что на ближайшие даты билетов не было. Были с пересадками, как я сказала, но они были, когда я только стала смотреть. Очевидно, народ разобрал их очень быстро. А сейчас надо найти жилье в Мельбурне и как-то добраться до города. Потому что я вообще ничего не смотрела на эту тему. Итого, прошло ровно два часа, как я узнала о том, что мой рейс отменен. Это не так весело, как я думала. Ты не бегаешь, не обращаешься ни на какие стойки, не разговариваешь с людьми. Потому что у авиакомпании в аэропорту нет стойки информации, например, как у нас обычно бывает. И второе, я впервые в жизни купила местный номер телефона. Я его купила до того, как я узнала, что мой рейс отменен. Но с авиакомпанией нельзя связаться по телефону. Можно только написать в чатик. И там девушка очень мило мне объяснила, что ничем помочь не может. Так что надо просто выбрать другой билет. Так что мне ничего не оставалось, кроме как переделать весь маршрут. Сумела договориться со всеми, пока мне не ответила только одна компания по экскурсиям, которая завтра о том, что мне бесплатно поменяли даты в гостинице, в Airbnb. Чувак, мне кажется, вообще просто мировой. Сказала, о, да не волнуйся, подумаешь, какое дело. Второе, это то, что компания, с которой я должна была нырять, тоже без проблем перенесла мою запись. И, соответственно, остается вот только вопрос с экскурсией. Если там все будет хорошо, то считайте все мои потери. Это автобус до города и обратно. Потому что в Мельборне так и так я бы остановилась. Так и так остановилась бы на несколько дней. Поэтому тут не будем считать это в расходы. Я нашла гостиницу по нормальной цене. Соответственно, считаем за расходы только 4 тысячи, которые я на автобус потрачу. Так что двигаемся с вами. Отдыхать и спать, мне кажется, пора. Прикиньте, захожу такая в автобус в экспресс. Единственный, который тут ездит, других автобусов нет. И тут никого. Просто пустой автобус. Я думаю, нифига себе. Прикольно сделали. Ходит каждые 10 минут. Это что, пустой ходит? Неужели? Надо же, как неудобно. Мы подъезжаем к остановке. И тут гигантская очередь. Видно, что там стоят люди. Так что нет, ни одна поеду. А то я уж так думала татасовать посреди автобуса. Но зато у меня место классное. Вот прям спереди. Выходя с автобусной станции, не поверьте, но это сразу же мой переулок и там мой отель. Когда проняло, если честно, не смотрела на локацию. Просто хотела, чтобы было в центре. Но это шикарный подгон, мне кажется. С учетом того, как я устала после этого ночного перелета, после всех этих новостей дурацких, идем скорее заселяться. Очень рада оказаться в месте, где можно снова ходить в коротких юбках, в шортах и вообще не париться по поводу своего внешнего вида. Сразу такие вот граффити нас встречают. А еще знаете, что удивительно? Холодно, холодно, прям как у нас в июне. Сейчас декабрь. Получается, первый месяц лета в Австралии. И ощущение, как у нас в июне. Но новости у меня для вас так себе. Что-то вообще сегодня неправильный какой-то день. Мне сказали, что до двух часов заселить меня не могут. Мест якобы у них нет. Не знаю, как такое возможно, что я забронировала отель со скидкой 70%, а мест у них нет. Ну да ладно, фиг бы с ними. Хоть рюкзак оставила. Иду на поиски еды. Хотя не могу сказать, что голодная, но мне кажется, завтрак улучшит состояние, лишь бы не захотелось спать еще больше. Зона кофеек в супермаркете. И решила, что пойду-дойду до набережной и оттуда посмотрю. Ну, там посижу, позавтракаю, посмотрю на вид. Короче, в приятном месте покушаю, раз уж мне до туда идти недолго. И тут я поняла, сейчас понедельник, утро, весь народ. Я нахожусь в деловом центре. Народ топает на работу. Ну, может, от того, что холодно, тут елка смотрится уместнее. Хотя, как холодно. Плюс 16. О, смотрите, тут тоже дают напрокат самокаты. Ну и как в Абу-Даби надо носить шлем. Вообще прикольно в других городах встречать какую-то практику, похожую на то, что есть у тебя. Сразу чувствуешь себя комфортнее. Блин, ребят, вышла на набережную, смотрю, столики стоят. Думаю, о, мои пассажиры. Потом увидела питьевой фонтан. Потом увидела гриль и просто офигела. Ну, еще больше я офигеваю от количества бездомных, которых уже встречаю здесь. Прямо город контрастов. Так, короче, я решила, что это место меня больше всего устраивает для завтрака. Села прямо на мостике. Теперь давайте про сам завтрак. Значит, за... Вот это у нас называется пан au chocolat. Это вообще французское изобретение, но я подумала, что это именно то, что я хочу. Тут у нас большой-большой капучино и йогурт с манго и кокосиком. За все это счастье я отдала 10 австралийских долларов, то есть 600 рублей. Скажете, очень дорого, будете правы, но я уже морально готовлюсь к тому, что один прием пищи тут стоит не меньше 2000 рублей. Чайки прилетели, сейчас отберут мою еду. Вы только посмотрите, меня тут обезьянки на Шри-Ланке чуть-чуть не гоп-стопнули, еще вот этих мне не хватало. Сейчас будем отбиваться. Кто-то утром бегает, а кто-то катается на каяке. Я, наверное, по дому скучаю. Мне так охота все сравнивать с Россией. Смотрите, как будто в Микинино мост. Знаете, что плохо в это время? Сейчас все закрыто. Я смотрела, можно ли пойти в национальную галерею, она закрыта. Смотрела, можно ли пойти в церковь, и она закрыта. Все закрыто, я слишком рано. Так что идем гулять в парк, посмотрим, как люди занимаются спортом. Что еще остается? Но вы только посмотрите на это безобразие. Прям в объект искусства запихнули самокат. Что за люди? Продолжаем рубрику «Гуляем по Москве». Сейчас я походу на Грибном канале. Так много людей бегает, катается на велосипедах, занимается спортом. Прям хочется присоединиться. Маленький водопад прямо на территории города. Такая милота. Пришла в Королевский ботанический сад, где собраны растения со всех уголков света. Что? А, нет, показалось. Не могу поверить, что я здесь. Иду вспоминаю, что когда была маленькая, смотрела фильмы, и я помню один фильм про Австралию. Я тогда и подумать не могла, что однажды я здесь окажусь. Сложно описать эмоции. Королевские ботанические сады были основаны в 1846 году. Место служило садоводческой ярмаркой. Сюда приходили покупать семена всяких растений. А в 1953 году здесь обосновался один ученый, который решил использовать землю и уже растущие тут растения для своих исследований. Также он привозил новые. И только со временем место стало парком, которое простирается на огромной территории. И тут столько всякого необычного, что даже если вы не фанат ботаники, очень советую зайти, потому что тут красиво, свежо, прохладно. И такое обилие деревьев и растений привлекает еще и птиц самых разных мастей. Так что чувствуйте себя почти как в птичьем зоопарке. А вот мы с вами и пришли к монументу памяти. Это один из крупнейших военных мемориалов Австралии. В Первой мировой принимло участие 400 тысяч австралийцев и 19 тысяч из них погибли. Ох, ребята, что-то этот плакат мне напоминает. Что скажете? Мне кажется, я еще никогда не была на таких крутых выставках. Это какое-то невероятное сочетание обычных музейных экспонатов с диджиталкой, с аудиосопровождением в каждом зале отдельном своем. Очень необычно, непривычно и очень круто. Прямо хочется изучать это. В общем, у меня аж мурашки по коже. История рассказывается не только с точки зрения банальности и книжных заучек, но также и через историю людей, татуировок, которые они делали, потому что очень много австралийских военных делали татуировки. А это святой зал. Почему святой? Потому что тут упомянуты все те люди, которые погибли во время войн. А сейчас мы входим поистине в удивительное место. Святыня, которая построена совершенно особенным образом. 11 ноября, ровно в 11 часов солнце через крышу падает таким образом, что освещает слово «любовь» на этой надписи. Такую конструкцию придумали два архитектора, которые сами являлись участниками Первой мировой войны. Признаться честно, зашла сюда ради вида на город с высоты. А сейчас этот балкон кажется каким-то бессмысленным и глупым по сравнению со всем тем, что есть внутри. По сравнению не с вещами, а со смыслом, который нам доносят, рассказывая, как много людей гибнет в войнах, какой бессмысленной является война. Надеюсь, мы все это будем помнить, не только, когда смотрим на такие мемориалы. В детстве я была фанатом игры «Семь чудес света», поэтому я могу с уверенностью сказать, что мавзолей построен по образу и подобию мавзолея в Галикарнасе. Еще нигде не видела ни одного человека, который быстрит газоны, но газоны идеальные. Силы меня стремительно покидают. Есть такой лайфхак «Хочешь спать – ешь, хочешь есть – спи». Ну, в том смысле, что это взаимозаменяемые понятия. Поэтому решила покушать. Второй прием пищи за день. Бейгл с красной рыбкой. Ребят, знаете, сколько стоит? 600 рублей. Поэтому, когда мне спросили, а что ты хочешь попить, я сказала, я только поем, мне хорошо будет. Как вам такой трамвайчик? Шикарная промо. А между тем, мы с вами добрались до Национального музея Виктории. Это самый главный, самый старый музей произведений искусства в Мельбурне. Сразу вспоминаются эти надписи, типа «Оцените нас на 3 подвайзере». Так, заходя, сразу попадаем в большой зал. Пожалуй, самый известный потолок во всем Мельбурне. Потолок в Национальной галерее. Есть мужской туалет, есть женский туалет, а есть для всех остальных. Обожаю такие произведения искусства, где главное искусство – это ты. Целая огромная комната на выставке посвящена тому, как люди ввели в тренд потребление авокадо, как на самом деле его мало и как сложно мексиканцам удовлетворить потребности целого мира в этом фрукте. Выхожу с этого светового представления. Знаете, о чем думаю? Сидит толпа белых состоятельных людей. Смотрит на то, как в странах третьего мира мусоры, как там грязно, как люди живут бедно и стремятся белые люди тут, в Австралии, навести чистоту и порядок, сортировать мусор, делать полезные вещи для природы, меньше вырубать леса. Но в странах, которые нам показывают, сортировать мусор так и не стали. Его даже не стали нормально выкидывать, утилизировать. Он попадает в океан, он попадает в почву. А белые люди очень стараются сделать лучше, но на том клочке земли, на котором они сами находятся. Кажется, что работа в пустую, как считаете. Я думала, гигантские вины и бокалы изобретения современности. Нифига, в 15 веке уже такие прикольчики были. И даже бокал кофе практически. Ну, как бутылочку опустошила сразу туда, чтобы не ходить двором. Вообще, контрастника сделали. С одной стороны, современное искусство. Прямо поворачиваешься. И тут у нас Англия, в 19 веке. Надо увидеть. Вот самая крутая экспозиция. Эта выставка посвящена маме. На ней каждый может оставить свой след. В каких-то залах смешение современного и прошлого кажется просто тем, что показывает путь становления художников, как изменялась художественная мысль с течением времени. А где-то это кажется просто хулительством, как тут, например. Значит, тут представлены произведения 17-18 века. И диодная вывеска как-то не очень вписывается. О, никак не ожидала. Смотрите, Марк Ротко. Имею в виду, не ожидала встретить ни одной знакомой фамилии. Картина «Платьющая женщина Пикассо» знаменита в этом музее тем, что несколько лет назад ее украли. Украли ее некие активисты, которые поставили правительству условие, что вернут ее, если станут выделять больше денег, на музей или искусство в принципе, на развитие искусства. Требования грабителей были удовлетворены, и через неделю грабители вернули картину через ячейку на железнодорожном вокзале. С тех пор она снова красуется в музее. Все залы очень разные. Есть залы, в которых ты просто теряешься в красках. Ты можешь смотреть и воспринимать исключительно цвет. А самая крутая инсталляция снаружи, потому что ты можешь прикоснуться к искусству. И огонь и вода. Эти противоречия живут и внутри галереи. Современное искусство в одних залах с искусством прошлых лет или даже веков производит впечатление. В какие-то моменты ты чувствуешь, что тебе показывают историю и развитие. А в какие-то моменты просто недоумеваешь, что происходит. Но самая главная задача искусства вызывать эмоции, мне кажется, здесь выполнена с лихвой. Потому что гуляя, я прошла и стадии восхищения, удивления, раздумий. И такое огромное количество арт-объектов в одном помещении, мне кажется, достаточно тяжело для восприятия. Это полноценные четыре этажа на каждом из которых огромное количество экспонатов. Уместить все это в своей голове достаточно сложно. Так что я решила оставить один этаж на попозже. И двигаемся на чек-ин. Мне все-таки надо поспать, ребят. Я понимаю, грешно спать в Мельбурне днем, но уже силеных моих нет. Никогда не слышала про культуру велосипедов в Мельбурне. А их тут очень много. Ну что, я заселилась. Давайте посмотрим, как выглядит номер за 7000 рублей в Мельбурне. С одной стороны, хочется сказать, неплохо. Но с другой стороны, я за 3500 жила в центре города в Куала-Лумпуре. Просто на высоте. А здесь у нас все скромненько, конечно, скромненько. Шкафчик такой потрепанный. Ну ничего, чай, кофе положили. Я такое люблю. Уже неплохо. Так, хочется сказать, ну всем привет, потому что у меня как будто бы новый день из-за того, что я поспала. Но по факту все еще продолжается тот же. Если честно, голова гудит. Я не знаю, сколько будильников. Ставила и переставляла, чтобы проснуться. Сейчас полвосьмого вечера. Закатец. Я решила выйти добыть еды, потому что почему-то очень голодная. Прям очень голодная. Хочу скушать бургер, как минимум. Идем на поиски. И если честно, не хочу сидеть ни в каком заведении. Хочу взять и пойти в свой уютный номер. Сидеть, монтировать видосики. Плюс только вышло, уже дождь начинается. Я когда только пришла с дневной прогулки, тоже дождь был. А еще подумала, что не надо себя судить так строго. Я вот в три часа, когда пришла, мне казалось, ну что такое, считайте, день потеряла из-за того, что спать пошла в номер. Но по факту так. Я с полвосьмого до трех часов дня таскалась. Это семь с половиной часов. Вообще, как меня хватило, я не представляю. Так что надо быть добрее к себе.